Рубль попал под прошлые будущие санкции Рубль попал под прошлые будущие санкции Обновленный вариант американского законопроекта обрушил российский рынок 8. Газета «Коммерсант» номер 28 от 15 февраля 2019 года, СТР 8. Очередная попытка американских конгрессменов провести закон о жестких санкциях в отношении России спровоцировала резкое обесценение рублевых активов Курс доллара на биржевых торгах впервые с начала года закрылся выше уровня 67 руль-доллар Ведущие индексы снизились на 1,3% Участники рынка отмечают, что законопроект дублирует предложения прошлого года Но все равно будет негативно влиять на курс рубля, особенно на фоне приближающихся выборов на Украине Второй день подряд курс доллара завершает торги стремительным ростом По итогам основных торгов четверга курс американской валюты на московской бирже вырос на 60 копий Впервые с 4 января закрылся выше уровня 67 руль-доллар на отметке 67,15 руль-доллар Курс евро закончил торги на максимальной отметке с 29 января 75,68 руль-доллар Поднявшись за день почти на 80 копейка Падение стоимости рублевых активов наблюдалось и на фондовом рынке Индекс московской биржи снизился на 1%, до 2460,82 пункта Валютный индекс РТС упал на 2,9%, до 1156,3 пункта За два дня индексы упали на 3,5% и вернулись к значениям 4-х недельной давности Распродажа коснулась долгового рынка Доходность длинных выпусков ОВС поднималась на 15-20 п.п. И достигла полуторамесячного максимума 8,68,65% годовых Антон Силуанов, министр финансов, в кулуарах форума в Сочи 14 февраля 2019 года Мы с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагирования на такого рода ограничения Основной причиной распродажи рублевых активов стало ухудшение внешнего геополитического фона, связанного с санкциями Во вторник, Financial Times, со ссылкой на дипломатические источники сообщила о готовящихся антироссийских санкциях в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе Эта новость вызвала обвал курса рубля во время вечерней сессии в понедельник Но падение в отсутствие официальных подтверждений было недолгим Уже на следующий день оно было нивелировано Однако в среду американские конгрессмены внесли законопроект предполагающий введение санкций в отношении банковского и энергетического секторов России а также против российского госдолга ужесточенный вариант законопроекта, предложенного в августе прошлого года Как и полгода назад, распродажу на российском рынке начали иностранные инвесторы В начале года международные инвесторы покупали рублевые активы поскольку из-за шатдауна в США тема санкций отошла на второй план Однако оптимизм был преждевременный Американские политики показали, что не стоит забывать об обещанных ограничениях отмечает трейдер иностранного банка По словам главного аналитика долговых рынков БК региона Александра Ермака из-за темы санкций инвесторы практически полностью игнорируют целый ряд позитивных факторов в том числе получение суверенного рейтинга от сокращения темпов инфляции Мягкие заявления Банка России после заседания в прошлую пятницу Как российская валюта укрепилась с помощью рейтинга Впрочем, аналитики не ожидают достижения курсом доллара августовских значений Тогда предложения по санкциям против госдолга и госбанков появились на повестке дня впервые что и объясняет резкую реакцию рынка Сейчас принципиально новых предложений не содержится Рынок просто отыгрывает факт возобновления санкционной дискуссии отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова Начало года традиционно считается благоприятным для рубля из-за сильного счета текущих операций а в ближайшие дни поддержку рублю окажет и стартующий в России налоговый период Однако тема санкций будет доминировать на рынке В ближайшие полтора месяца, пока не пройдут выборы на Украине для российского рынка будут сложными резюмирует госпожа Орлова Виталий Гайдаев